Куда вы хотели позвонить? Известнейшему, доброму, прекрасному, смелому человеку из Мурманска. А, ну меня Владимир зовут. Я не знаю, отношусь я к этой категории или нет, но Владимир Мамаев, возможно, вы ко мне звонили. Да, да, именно к вам. Просто я каждый раз так проверяю, понимаете, дело в том, что меня блокируют подвои кашники, я из города Пскова, и мне никак не выйти ни на одного известного блогера, который как раз борется сейчас вот с этими преступниками и банкирами и полицайчиками вот этими подлыми. Если честно, я даже не знаю, с вами ли я сейчас в настоящем опять разговариваю. Первым делом я хочу выразить вами восхищение, что у вас вот последнее время вообще здорово, все в судах получается. Я очень-очень вами восхищаюсь. На своей страничке вот обязательно распространяю тоже в ВК ваши репосты, вот ваши видео. И вот сейчас вот тоже увидела, что у вас даже вообще победа по микрозайму получилась. Я ссылался на те же самые доводы, на которые ссылаются и другие люди в других судебных заседаниях, то есть есть уже готовые решения. То есть я не придумал какой-то велосипед. Я просто обратил внимание судьи на определенные обстоятельства. Местный следственный комитет на меня сфабриковал уголовку, что якобы это не меня избили, а наоборот я избила полицайку. И мне 318 УК РФ изменили. И самое страшное, что меня потом, я начала ходить, пытаться доказать, что я невиновна, но меня никто нигде ничего не принимал. Крупиней и першин вот эти местные руководители следственного комитета по области и по городу Пскова закрылись от меня. А потом, когда я опустила руки, написав и президенту, и кому угодно только, там из генпрокуратуры, и следственный комитет, и тоже нигде ничего не получила ответов. То есть только местные же преступники ОМВД по Псковской области мне отвечали, что ничего не обнаружено, все равно я виновата. Я просто опустила руки и уехала в деревню. В этот момент они якобы объявили меня в федеральный розыск и ворвались ко мне в дом деревенский, когда я спала утром, летом, 21 июня. В ночнушке просто выволокли меня голую, вот с избиениями, запихали в гражданскую машину, привезли в следственный комитет в город Псков, и в наручниках кинули точно так же в изолятор, даже без суда. Всегда учитесь держать себя, свои эмоции в рамках, никогда не ведитесь на провокацию. Нет, ни в коем случае, нет, Владимир, в том-то и дело, они были очень... Почему и видеозаписи их все с дозора, и с машины полицейской, и пропали, потому что я не дралась с ними, в том-то и дело, били они меня, понимаете? Вот поэтому даже вот в уголовном деле нету вот этих видеозаписей от полицейских. Там, где и есть они, вот маленькие видео, они распространены у меня в ВК, опять же, репост сделан, там видно только, как они меня дуватят. И даже в следах Следственного комитета Пинаке не постеснялся, так и написал в материалах уголовного дела. А вот здесь, Наталья Алексеевна, опять самостоятельно упала на асфальт. Он даже Папову выбил. Если раньше в советском, пошлом анекдоте было, что человек самостоятельно на ветеринке споткнулся, то теперь, я говорю, можно по стране распространить эту фразу. А вот здесь человек опять самостоятельно упал на асфальт. Властным собранием депутатов создана группа провокаторов, которые к себе в своей сети затягивают, типа они граждане Советского Союза, на самом деле они провокаторы. И они потом под экстремизм подставляют людей, местное ФСБ просто крутит людей и под экстремизм оформляет. Я, слава богу, этого избежала. Я вовремя познакомилась с Настенькой Метельской, которую вот убрали. И она меня научила свое советское имущественное право защищать даже в законодательском Российской Федерации. Поэтому эти годы и навесили на меня вот эту 318 УК, понимаете? Потому что, я говорю, я пыталась защищаться даже законодательством РФ. То есть начала изучать, хотя сама полная домохозяйка никогда к юриспруденции не касалась. У меня подход следующий к тому, что вокруг происходит. Если я вижу, что стена непробиваемая, да, то не надо в нее биться головой. Вот в частности, очень многие люди пишут письма в прокуратуру, там, Роспотребнадзор, там, в полицию. Да. Это бесполезно. Мне кажется, ну, раз, два, три, десять, сто раз вы получили формальный отказ. Нужно уже включить мозг и понять, что там нету правды. Бесполезно туда писать, потому что там сидят люди, я выражусь образно, которые крышуют весь этот беспредел. Вы, когда пишете вот эти заявления, жалобы в эти органы, вы пишете в конечном итоге на них же. Поэтому вы должны это понять, осознать, что немножечко не те способы. Но при этом нужно в рамках законодательства совершать другие действия, более продуктивные. Так называемая самозащита, самооборона и тому подобное. Все в пределах должно быть. Вот смотрите, далеко ходить не надо, я вам просто приведу пример, связанный с просрочкой в магазинах. Вот пришел я, допустим, раз сказал, два сказал, понимаете, я могу тысячу раз говорить, тысячу раз говорить, но никто слушать не будет. Почему? Потому что это неэффективный способ. А когда я пришел, взял, если я вижу, что хлеб не упакован, его один раз весь снял с продажи, то на следующий раз будет совсем другая история. Меня за что посадили? Меня посадили не за грабеж, не за что, а просто меня нужно было убрать. Потому что я показывал людям наглядно, как себя... Как правильно действовать? Да, причем в рамках правового поля. То есть если я прихожу в магазин, делаю все необходимые действия для того, чтобы приобрести товар, то есть трачу время, ищу нужный себе товар, предъявляю его на кассе и так далее, и так далее, и мне вдруг начинают отказывать в приеме денег, не в обслуживании, то есть товар я уже фактически получил, он мне перешел, все, я его могу даже на кассе съесть, употребить, но это как бы уже отдельная история. И мне, как покупателю, отказываются принять оплату. Вот в данном случае совершается самоуправство со стороны магазина, со стороны работников этого магазина. И я, естественно, не обдевал эту маску. Я дожидался сотрудников полиции. С ними уже с товаром уезжал, с неоплаченным. Я таким образом людям показывал, что в моих действиях нет никакого состава, потому что, ну, как можно заставить магазин взять деньги, если они ни в какую их не берут? В каких-то случаях сотрудники полиции уговаривали, брали деньги. Ну, разные у меня были случаи, абсолютно разные случаи. Но, как правило, в 99% случаях я до магазина доводил информацию таким способом, и потом, когда я уже приходил в магазин без маски, меня уже обслуживали, понимаете? Просто нужно до людей довести, что если в чем-то заблуждаетесь, то есть способы вам это объяснить. Не на словах, а на деле. Поэтому меня и решили просто, условно говоря, ну, убрать. Закрыть. Да, закрыть на какой-то период, но немножко перегнули палку. В каком плане? В том, что они думали, что они меня сломают, что я, как бы, сдамся, а получилось, вроде как, они, наоборот, во мне, ну, скажем так, вызвали эмоции негативные в отношении к них. Вот эти масочки гребаные совсем достали, и то, что в нашем городе Пскове все советские памятники разрушаются, мне вот это был предел, как бы. До этого я тоже насчет памятников все писала, как бы. А тут, когда еще и масочки вот эти начались дурацкие, ну, думаю, ну, все, у нас, действительно, фашизм к власти пришел. То есть, бред полный. Все, что у нас в стране происходит, сами делаем. Ведь никто не заставляет. Да, и весь я с вами тоже полностью согласна. Я каждый раз всем говорю. Я говорю, заметьте, не американцы, не какие-то китайцы, как там, ну, вечно нас пугают, там, или еще чем-то, да, или какие-то другие. Нет, свои же своих бьют. И свои, своим же наручники надевают. И так же издеваются. И вот в этой, и в полицейских, и на судах, и везде. Я говорю, вот у нас в городе Пскове то же самое. Я говорю, никто не грежит. Свои, своим же дуватят. Я говорю, по плану дало, что все сбывается. Мы сделаем все вашими руками же. Очень много людей, вроде бы и умных, и активных, но у них вот эта энергия, знания уходит в какое-то непонятное русло. Вот они сидят в этих чатах, переписываются, там друг дружке перекидывают бумажки. Вот я написал письмо там в прокуратуру такое-то, вот ссылки на законы такие-то, вот не ответили, вот ответили так. И вот понимаете, вот это называется какая-то мышиная суета, ни о чем. Вот что-то происходит вроде там, где-то они там. Их там, понятно, этот чат контролирует ФСБ, там тому подобное. То есть они под контролем. Могут там они быть под вывеской «Живые люди», там под вывеской «СССР», как угодно. Скажем, палата номер там, не знаю, там 8, психушки, вот они там что-то копошатся, главное, чтобы они были под контролем. Да, я полностью с вами согласна, полностью, Владимир. Все под контролем, все соцсети под контролем ФСБшников, Кашников. Поэтому нигде настоящего метода и не найти. Вот почему я вам несколько раз в течение года и пыталась дозвониться, я говорю, ну каждый раз вы меня вот как бы типа отбрасывали. Ну вот понимаю, что это значит не вы были. Вот сейчас с вами разговариваю, и просто вот каждое ваше слово пытаюсь услышать. Вот подскажите мне, как вот правильно, вот как действовать? Потому что у меня тоже массы, ну наверное, КУСП 600 сделаны, и все, как вы говорите, действительно вот в никуда, просто отписочка. Дело списано в номенклатурное дело. То же самое и с прокуратурой вообще уже перестали отвечать, даже не отвечают. Я даже пыталась и в Госдуму писать Ступину Евгению. Он даже прислал вот эту мне бумажку, что требую разобраться и провести проверку. И все, и тут же и с ним тоже переписка прекратилась. То есть ничего, все покрыто мраком и тайной. Ну так вот, сделайте вывод. Вот вы в принципе и сами себе ответили на вопрос, что делать. Смотрите, я вам с своей точки зрения скажу, как делаю я. Всегда нужно расставлять приоритеты. Невозможно сразу все объять, это физически невозможно. Вот я выбрал какую-то цель, понимаете? Вот я выбрал цель. Прямо вам говорю, моя цель на данный момент, с учетом приоритетов, это судья Белозерская. Я костьми лягу, но она сядет в тюрьму. В лучшем случае для нее она потеряет должность судьи. Это в лучшем случае. Но в приоритете она. Потом в приоритете будет следователь Кондратьева. И потом по цепочке, понимаете? Но я сейчас не занимаюсь всеми и сразу. У меня есть конкретный человек, который сделал нехорошую вещь. А сделав нехорошую вещь в отношении меня, он сделает эту вещь и в отношении других. Я уверен в этом, потому что я много информации знаю об этом человеке, о других людей. То есть я знаю, как она себя ведет и тому подобное. Поэтому первый совет, не распыляться. Второй совет, не делать то, что непродуктивно. Не тратить свои силы попросту. Вот вы поняли, что бесполезно туда писать. Значит, нужно искать другие инструменты. Если вы заметили в моих роликах, в моем поведении, и вообще меня называют провокатором. Да, я в чем-то использую этот инструмент провокации для получения какого-то результата. Ведь на данный момент даже сотрудники полиции перестали выезжать на вызовы, связанные с моей фамилией. Потому что они понимают, что меня взять за жабры очень тяжело, потому что я не ведусь на провокации. То есть я не оскорбляю сотрудников полиции, ни тем более ни в коем случае не участвую в каких-то драках и тому подобное. Но при этом я их провоцирую на неадекватное поведение, где они начинают хамить, либо не представляться. Ну то есть ведут себя немножечко неадекватно. И потом это показываю людям. Так вот, мой инструмент, который я нашел, это не письма прокуратуру и тому подобное. А вот этот вот источник информации, YouTube канал и видеоролики. То есть я просто фиксирую вот это все и показываю людям. Потому что мои действия гораздо больше приносят результат за счет вот этой информации, которую я распространяю. Чем вся вот эта переписка в каком-то закрытом чате среди вот этой вот команды живых людей, СССР и тому подобное. Один человек может сделать гораздо больше, чем люди, которые что-то делают, но бесполезно. Просто нужно найти инструмент. Вот я нашел инструмент такой. Вам тоже нужно найти инструмент. Любой человек, особенно который занимает такую вот должность, руководящую, в органах власти и тому подобное. Они все там находятся временно. Они рано или поздно эти должности теряют. И чем выше они сидят, чем более значимая должность, тем сильнее они с этой должности падают. Очень многие из них даже не доживают до естественной смерти. Я вам так скажу. Типа нечаянно умерли от сердечного приступа. Все, что угодно бывает, конечно. Почему это происходит? Потому что на их место всегда есть желающие. Всегда. Да, это другой уже, который же его и подсиживает. Они сами себя съедают. Я была у председателя уже и Псковского городского суда, и областного суда. Они просто поржали надо мной на приемах. То есть у меня ВК тоже распространено, как Борисов меня с приставом выводят. Вот вы правильно говорите. Вы опять же ответили на свой вопрос. Вы говорите, что вы там что-то делали, а они поржали над вами. Так вы сделаете все то же самое, но только чтобы вы над ними поржали. И покажите это другим людям, понимаете? Если вы идете на беседу с каким-то там вот этим человеком, так выставите его в таком свете, чтобы над ним народ ржал, чтобы ему писали негативные комментарии под видеороликами и тому подобное. Чтоб он не мог заснуть. Владимир, я уже как персона нон-грант, от меня везде уже закрываются. Сразу вызывают или Росгвардию, или полицайцев, просто меня выставляют, или пристав. Они специально от меня закрываются. Смотрите, значит, подумайте, почему это происходит. Если они вызывают сотрудников полиции, Росгвардии, значит, они могут за это зацепиться. Мне, когда приедет сотрудник Росгвардии и тому подобное, я начинаю с ним достаточно корректно общаться. Но если он переходит какие-то рамки свои профессиональные, я с ним начинаю общаться в рамках закона, но достаточно жестко и грубо. Да, возможно, в этом должна быть какая-то практика, какая-то способность. Я не увидела от вас грубости, Владимир, вы все правильно говорите. Я от вас нигде грубости не увидела. Или вот, как говорят некоторые, пишут, что типа, сам на конфликт везешь. Нет, я этого не увидела. Общаясь с человеком, можно на него влиять интонацией, голосом, манерой, своей просто уверенностью. Если человек уверен в себе, то от него это исходит. Делаете то, что считаете нужным, но это нужно делать все очень корректно. Я и старалась так делать. Ну, видите, я их слишком допекла. Потому что я, говорю, я начала от главы города трясти все вот эти договора, документы, требовать, запрашивать, видела, где огрехи они совершают, где асфальтные ремонтные работы проводятся. Там они не проводятся, а просто осваивание, асфальтные денег идут. Они поэтому и начали меня вот это самое избивать, а потом и с работы уволили. Все равно меня это не остановило. То есть, как бы меня вынужден был товарищ командир уволить. А потом на работу нигде вот не берут. Как только у нас город Псков-то маленький, как только узнают, что на мне 318 УК, а меня из биржи нафиг послали, сказали, вы дитя отсюда, вы под уголовку, чего вы сюда пришли. То есть, они пытались меня вот этой вот голодной смертью, скажем так, уничтожить. Ну, вот как-то живу на подаянии людей, скажем так, уже год почти скоро будет, через два месяца год. То есть, мне даже элементарно на работу никуда не устроиться. Вот на меня сфабриковано вот это вот уголовное дело по 318. И там, когда я все-таки на руки получила вот это обвинительное заключение, я очень долго хохотала. То есть, оно так написано и сделано, что даже вот просто сшито белыми нитками, и там написано сверху прокурор утверждаю, и все на этом. А надо правильно. То есть, я когда зашла в гугл, посмотрела, как правильно должно выглядеть вот это обвинительное заключение, там даже рядом не стояло. И, естественно, на оборотной стороне, на последней странице, там даже вот где вот эти нитки связаны, там нету печати, не прописано сколько листов, не скреплено как раз подписью. То есть, мне выдали просто Филькину брамоту. И все равно типа прокурор утверждает, что есть доказательства моей вины. На самом деле нет. В уголовном деле, когда следак допрашивал вот этих вот свидетелей, в кавычках, которые же меня как раз и били, двое полицаев еще, они пишут, что они не видели вот этот момент, когда я избила полицайку, что якобы нанесла ей 11 ударов ногой своей, в область правого бедра ей. А прокурор все равно извращается и пишет, что типа вот Бороденко и Кузьмин утверждают, что видели, как вот Дмитриева, то есть я нанесла удары ногой вот этой вот Кузьминой. Но когда была очная ставка, то уже как бы один уже пропал полицайчик, типа он где-то на Северном Кавказе служит якобы. А второй полицайчик точно так же подтвердил на очной ставке, что типа в момент не видел, что он якобы сидел там в машине. Я говорю, неправда вы не сидели в машине, вы рядом стояли. И у меня даже есть аудиозапись, и мне человек там один все-таки передал. И у меня на другом телефоне сохранилась аудиозапись, что есть крики нога. Это когда они мне чуть ногой, дверью ногу мою не придавили, то есть не сломали, когда пытались закрывать дверь. Когда меня запихивали столбиком в эту полицайскую машину. Вот, то есть там все вывернуто наизнанку. И вот даже я говорю, вот этот защитник, который мне сейчас подослан, уже третий, типа с коллеги адвокатов у нас Геразимова. Я его элементарно пытаюсь вызвать, вытащить, чтобы он мне помог в ознакомлении с материалами дела. То есть я уже знаю эту информацию и про состав суда, и карточка, что у меня неправильно оформлена. И вот этот номер дела, он не заносится в общую базу. Вот когда заходишь на газ правосудия, он не забивается, этот номер дела, он не освещивается. То есть я прекрасно понимаю, что это настолько спальсифицировано, что даже вот это мое дело, которое проходит у нас в Писковском городском суде, оно нигде не зафиксировано в общей структуре правосудия. То есть газ правосудия нет этого дела, понимаете? И как мне, типа, председатель городского суда Борисов сказал, что мы плохо смотрели. Я говорю, ну давайте вместе посмотрим. Вы поймите одну вещь, что вы никогда о нем не докажете. Они будут говорить на белое черное, а на черное белое. И бесполезно. Это просто бесполезно. Вам нужен другой инструмент. Почему они боятся меня одного человека? Потому что сила, скажем так, моя именно в той информации, которую я выкладываю в общественный доступ. И то, как я показываю, что происходит. Будь то масочки, будь там дела судебные, там еще что-то, понимаете? Вот это самое страшное и это самое сильное оружие. А какого там диаметра печать, там каким шнурком там что-то прошнуровано, кто как где расписал. Да это ерунда. Да какая разница. Вы поймите, что не печать решает там, не удостоверение установленного образца. А тот, извиняюсь, толстолоб, который стоит с пистолетом, который готов выполнить любой приказ. И плевать ему на все остальное. На законы, на конституцию и тому подобное. Вы поймите это, люди. Вы просто вот. Многие не понимают этого. Они думают, что если вот сейчас это удостоверение будет правильное, у сотрудника полиции оформлено, он вдруг станет хорошим сотрудником. Да, все что угодно можно сделать. Это человек в первую очередь. На этом как бы делайте выводы. Вот и все. Бесполезно им что-то доказывать. А вы пытаетесь им что-то доказать. Вы должны на них именно влиять, а не доказывать. Как же я могу на них повлиять? Я вам говорю, как влиять. На сегодняшний момент самый сильный инструмент это пропаганда. Понимаете? Пропаганда. У нас войны сейчас идут на уровне пропаганды. Каждый из нас может пропагандировать то, что он считает нужным. Свои взгляды. Вот то, что делаю я, своих видео и тому подобное, это в какой-то степени пропаганда моих взглядов, моего отношения к жизни, к чему подобному, к сотрудникам власти, к частным организациям каким-то. То есть я людям показываю. И очень много людей, которые согласны с моим мнением. Есть люди, которые не согласны с моим мнением. Но разница... Вы молодец в том плане, показываете, вы еще и опираетесь на букву закона. То есть вы правильно, значит, вот я вас спросила тоже. Может быть вы для людей будете распространять вот эти документы, на которые как раз вы опираетесь и правильно написанная... Смотрите, я понимаю. Апелляционная жалоба. Мы опять возвращаемся к тому самому. Вы не... Вы люди... Вы понимаете? Я вот многим людям прямым текстом говорю. Да вы думаете, что я хорошо знаю законы, там еще что-то. Да это не имеет значения. Ноль, понимаете? Все мое влияние, которое я делаю, это не от того, что я знаю законы. Это от того, как я себя веду. Вот в чем разница. Какая разница, что там будет написано в констационной, в реперационной жалобе и тому подобное. Но нет, понятно, что в какой-то степени это важно для рассмотрения каких-то там вопросов юридических, если уже попал в эту плоскость. Но результат дает не вот это. Вот то, что я вот с вами сейчас разговариваю, то, что я прямо говорю про судью Белозерскую. Понимаете? То, что я привожу определенные доводы, то, что я там говорю о том, что потеряли целый том уголовного дела. То есть я не боюсь об этом говорить. Но я не просто об этом говорю. Я это выкладываю в социальные сети. Потому что я создаю... Владимир, спросите, я тоже точно так же вот куда чего хожу, я точно так же у себя на страничке ВК распространяю. Но я начала понимать, что другой раз мои репосты элементарно просто блокируются, и другие люди их не видят. Вот ваши, например, тоже репосты я распространяю у себя на страничке, но получается, что их никто не отмечает. Так я начинаю понимать, что они скрыты от людей. Понимаете? Тут же распространю, допустим, вот Рамзиля и Любовь из Пензы. Их увидят там, но опять же, тоже через раз, да? А тут же ваше распространю видео, тут же, которое тоже очень ценно и видно. Вас его никто не видит. То есть два лайка только отметили, и все. И я понимаю, что подвоекашники просто их скрывают, потому что они мне в открытую говорили, что они глядят за моей страницей. Так ничего страшного, ничего страшного. Ну, вы понимаете, капля камень точит. Вы можете понять определенную вещь? Вот я когда вам говорил, что не распыляться, выбрать конкретную цель, дотошно, долго. Понимаете, я прямым текстом говорю, да если потребуется 10 лет, чтобы посадить судью Белозерскую, там мне все равно сколько времени потребуется, но я это сделаю. Просто нужно где-то проявить упрямство и тому подобное. Люди должны понимать, что за свой беспредел, который они творят, они получат наказание. Вот фашисты в свое время совершили преступление против человечества. Даже через 90 лет этого фашиста привезли на инвалидной коляске в суд и приговорили к смертной казни. Понимаете? Так вот, судья Белозерская и тому подобные судьи, которые заведомо выносят неправосудные приговоры, которые не пускают в судебное заседание человека, которого обвиняют в преступлении, когда в материалах дела просто нету никаких доказательств, что он что-то совершил. Понимаете? Вот они должны понимать, что им придет время, за которое они заплатят. И вот то, что я сейчас делаю, вы поймите, что я делаю очень это тонко. Я не делаю там прямо топорно, я создаю только условия, ее уберут свои же, ее свои же сожрут, понимаете? Ее публично выпарят, выпарят, кинут нам на съедение, понимаете? Скажут, вот, вот это-то судья, вот это, как там в Краснодарском крае была, судья, сейчас я вспомню. Ну, короче, там была, выяснилось, что у нее нет даже юридического образования. Вот они ее публично скажут, нет, мы боремся с преступностью в судебной власти и тому подобное. Это дело времени и дело настойчивости. Писать бумажки, о которых никто не знает, это бесполезно. Тем более пишите вы кому. Надо выносить это на общественный обзор, понимаете? Нужно создать условия, чтобы они посмотрели, что, о, люди волнуются, резонанс. Ну-ка, давайте-ка мы вот эту вот судью съедим публично, чтобы люди успокоились, понимаете? И сожрав вот этого человека, да, другие будут просто бояться. Бояться. Бояться и вести беспредел. Просто бояться. Но здесь самое главное, наказывать не всех, а хотя бы одно дело довести до конца. Я еще раз повторюсь. Моя цель, мой приоритет, это конкретный человек, конкретный судья, который, опять же, я буду повторять оговорку делать, на мой взгляд, вынес заведомо неправосудный приговор. Потому что, если это будет доказано уже потом, то это 305-я статья, часть 2-я. Это тяжкое преступление. До 10 лет лишения свободы. Я бы очень хотел, чтобы она оказалась в местах не столь отдаленных, в той ситуации, в которых она загоняла других людей. Понимая, осознавая, что она это делает незаконно. Потому что сказать о том, что она не знала это, она не может. Она имеет юридическое образование. Она изучала материалы дела. Она читала мои... Владимир, простите, пожалуйста. Так вот у нас в Абскове 10 или 15 судей, которые вот именно так же действовали, загоняя людей под протоколы мужибой по 20.6.1, они через 5 минут шпаклевали там вот эти 20.6.1. Понимаете? И получается, 10-15 судей, это можно 100% посадить вот именно, как вы говорите, по 35-й. Они целенаправленно это сделали. Это я все понимаю. Это все эмоции. На данный момент это эмоции. Что можно посадить всех 15 судей, там то-то, то-то. Это все слова. Не надо 15 судей. Не надо 15 судей. Посадите одного. Сделайте одному жизнь такую, чтобы остальные вспомнили про законодательство, про свою честь судебную. Чтобы вспомнили вот эти вещи. Понимаете? Когда они видят безнаказанность, они творят все, что хотят. Понимаете? Это от безнаказанности. То есть произвол от безнаказанности. Просто наказать нужно одного. Ну, вот кому-то из них должно не повезти. Понимаете? Но нужно выбрать эту цель и добиться именно результата. Возможно и писать там-то. Я как бы не исключаю, что, конечно, нужно писать жалобы в квалификационную коллегии судей и так далее, и так далее. Но я еще раз повторяю, что нужно по нескольким фронтам это делать. Потому что нужно создать условия, когда захотят ее сожрать, чтобы просто успокоились остальные. Понимаете? Ну, чтобы вот когда конфликт возникает, всегда виноват руководитель. Знаете почему? Потому что он допустил развитие конфликта. Я раздувал конфликтную ситуацию до такой степени, что просто вышестоящее руководство говорило, если ты не смог с ним договориться, решить по любому вопрос, не выносить за пределы там избы, вот этот ссор, тогда иди-ка ты в другое место, мы на твое место поставим другого директора. Понимаете? Вот это примитивно, но в принципе это то же самое и в органах власти также. Если, допустим, моя конфликтная ситуация выйдет за пределы Мурманской области, поверьте мне, шапки полетят только так. Если люди начнут волноваться, если вдруг одно судебное решение Белозерской, по которым такой кипиш идет, второе решение кипиш идет, третье решение кипиш, да они скажут, да нахрена нам такой судья? А давайте ее вообще посадим, было бы желание. Любого человека можно посадить, и меня можно посадить, и ваш можно посадить. Ну тупо наркотики подбросить, там еще что-то сделать. Вы же понимаете это, да? Председателей областного и городского суда посадить, потому что они в отношении кипишей динации устраиваются на протяжении последних трех лет. Понимаете, хотеть это одно, а надо действовать. Вот если у вас есть конкретный... Смотрите, как правильно действовать, Владимир? Смотрите, смотрите, вот... Если через штуку столько получается, у меня нет выхода на это, потому что у меня даже, я говорю, элементарно конфликтора нормального нет, чтобы прийти в видео, правильно как-то нарезать и распространять. Рассказываем. Вот я вам просто приведу пример, что я сделал, и почему, и для чего. Вот возбуждение уголовного дела в отношении себя я создал, можно сказать, умышленно. Я спровоцировал данную ситуацию. Я просто единственное, немножко не рассчитал, что они пойдут до такого... Тоталого, до такого беспредела. То есть я немножко не ожидал, что... Я думал, что ну вот там я там покошмарю, покошмарю, условно говоря, и меня оправдают. Но у них просто уже другого пути не было, они себя загнали в такую колею, что как бы нужно было меня ломать до конца, понимаете? Потому что они просто боятся меня, просто боятся. Потому что накуролесили уже столько, что просто нужно увольнять, скажем так, от следователя до прокуратуры, там, которая это все утвердила. Так вот, нужно создать определенную ситуацию и ее дальше раскручивать. Не просто какие-то там предположения, там еще что-то, а именно конкретную ситуацию. Я мог и могу создать еще раз несколько ситуаций с другими людьми. Предположим, человек совершает какое-то деяние, и сотрудники там полиции возбуждают уголовное дело, хотя он ничего не совершил, есть доказательства, 100% и тому подобное. То есть там социальный эксперимент проводится. Ну, условно говоря, имитируются кражи в магазине. И, предположим, дело попадает к судье, той же самой Белозерской, понимаете? И она выносит обвинительный приговор. И потом это все ломать, понимаете? Ну, то есть, я просто говорю о том, что нужно создать такие условия, которые бы позволили обвинить человека в том, что он совершает заведомо неправосудные действия. Допустим, если это судья, то выносит приговор и тому подобное. Не просто говорить о том, что там кто-то у кого-то что-то ворует, там кто-то берет взятки. Это слова. Нужны факты. У вас есть там какое-то дело? Вот собирайте доказательства. Скорпулезно, по чуть-чуть. Какими-то там двойными шагами, на несколько ходов вперед это просматривать. Как шахматы, понимаете? Ой, ведь я только одну. К сожалению. Я почему-то так это говорю. Мне, в принципе, это интересно. Мне интересно. Мне интересно вообще, как люди мыслят. Как они, ну... Нет, Владимир, если честно, мне это неинтересно. Я просто встала на этот путь борьбы, потому что поняла, что у нас настоящие фашисты в власти сидят. Действительно корректированные подонки. Если честно, мне это совсем неинтересно. Они даже, вот как некоторые начинают говорить, ну ты, наверное, кайф от этого испытываешь. Я говорю, поверьте, никакого кайфа. Я на самом деле, как выжатый лимон потом, что я с этими мудаками и подонками пообщалась. Как мне там один еще кто-то говорился, и входишь, наверное, мужика себе ищешь в этих фашистонах в власти. Я говорю, поверьте, меня тошнит каждый раз, когда я вижу эти рожи. Потому что я там ни одного человека даже не вижу. Там просто биомасты какие-то. Один преступники сидят. И преступником погоняют. И всех вот надо, можно просто скопом убрать в охапку и к стенке вставить. Или вот куда-то в тюрьмы отправлять. Потому что это просто, я говорю, подонки наглые, позлые. Они настолько уже обнагрели и опротивили вот даже нашей вселенной и всей земле, что их даже вселенная уже наказывает, какие у них ложи все корявые, противные, отвратительные. Я с удовольствием бы в свою деревеньку уехала бы, и там потихоньку пустынским хозяйством бы занималась по своим. Понимаете? У меня сад. Они даже в этом году сваривают. Я говорю, мне подписывали, они в выезде всюхнули вот это. У меня там сад, огород пропал, рассада была вся высажена. Я даже яблочного сока не нагнала, в лес не сходила. Это земляника черника и грибами. А для меня это вообще святая, святые. То есть, поймите, мне вот это никакого интереса не представляет. Никакого кайфа. Я просто встала уже как вот тот мой советский дедулечка. Как бы Дорой с фашистами сражался. Когда ему было 17,5 лет, он добавил себе полтора года и пошел на войну с фашистами, чтобы гнать этих уродов. Вот так и у меня произошел этот перелом, когда меня из автобуса выкинули только из-за этой масочки. И мои вещи швыряли. Я говорю, из-за того, что стадо сидело все в масках, а я говорю, я не одену эту маску. Я говорю, да, если вы только что ездили, он все нормально было, я здоровый человек. Понимаете, я от этого не... И когда я уже, как говорится, носом в землю меня кнули и руку выворачиваю, вот тут я поняла, что тут у нас фашизм наступает. У нас... Мне никакого это интереса не доставляет, поверьте. Мне это настолько отвратительно. Я каждый раз, когда вот этих вот со всеми полканами, со вот этими защитниками, провокаторами встречаюсь, вот с этими по кабинетам хожу, я говорю, я каждый раз захожу, и у меня просто вот, понимаете, вот шею им хочется свернуть, потому что я вижу, что это не человек, это подонок какой-то сидит. Потому что он настолько обнагревший, оборбевший, и знающий, что можно... Они же грабят, грабят, им же все не нажраться, понимаете? У них предела даже нет. У них не то, что там по 10 квартир у каждого, у них по сотни квартир, наворованные из бюджета, и они вот с помощью полицаев, вот этих кулаков и зубинок полицаевских, и росгвардейцев, просто начинают гнобить народ. То есть, поверьте, мне это не доставляет удовольствия никакого. Ну, смотрите, ну а кто сказал, что будет легко? Ну вот я изначально, когда шел на это, я прекрасно понимал, чем это может закончиться. И каждый человек должен понимать. Я знаю, это я знаю. Мне тоже Настенька Метельская говорила, что, говорит, Наташа, легко не будет, поверь. Говорит, я прекрасно это знала. Поэтому я говорю, я, конечно же, вот в этом плане погоню. Я не умею вот это рассчитывать, как-то ходить. Я не умею в шахматы играть просто. Я всю жизнь пыталась их научить, но я не умею этого. У меня было даже как вот воля судьбы, мне наоборот, чем папа, как говорится, троих шахматистов подбрасывала. Но когда я понимала, насколько это умные люди, и в то же время, насколько они другими людьми руководят и разыгрывают, в ходе того, что я однажды участвовала, присутствовала при том, когда шахматная игра партии разыгрывалась, чтобы начать войну, что какая страна будет, вернее, республика, не страна, а республика будет разыгрывать. Я просто, когда поняла все это, я взяла эту подошву, шахматную доску, и своему же этому возлюбленному, в кавычках, как я теперь понимаю, на уши одела эту шахматную доску. Естественно, меня там схватили, но тут же он заорал, что не снять ее трогать, меня отпустили. Но вы понимаете, насколько эти люди, вот эти, я говорю, которые шахматисты, насколько они умные, насколько они потом начинают кайфовать от того, что они массами владеют. Поэтому я вот в этом плане тугадом. Я этого не понимаю, я этого не умею практичить. Вы вообще верите в справедливость? Хочу верить в нее и верю. То есть вы считаете, что там вот этот коммунизм, равноправие, это вообще возможно, вообще в теории хотя бы? Да. Мои бабули, дедули, старцы небесные, и мамочка моя пример. Она вот даже, вот понимаете, я говорю, бабули, дедули, они вот фашистов прогнали, потом страну отстраивали. Потом, вот элементарно, моя мама, даже когда вот в эски, вот, перестроечные, горбачевские, подоновские, вот эти, она как раз заработала за вкладом, и когда вот был искусственный вот этот голос создан, она специально на свои деньги вот это выкупала, и людям за такие же деньги это все продавала. Мы просто сейчас проговорили, простите, я с вами проговорила, автоматически отключилась. Понимаете, и моя мама вот эти вот все за копейки точно так же отдавала людям, а у нее же местные коллеги и по себе создавали, там дома перепродавали, понимаете, то есть на этом наживали. Поэтому я говорю, я все равно буду верить, то есть я не буду отдираться там на кого-то другого, у меня есть мой род, и вот мои действительно советские люди, которые действительно действовали вопреки, как говорится, тем законам, которые на тот момент существовали. То есть, бабули, святули, они вообще в советское время, они очень почитали и уважали Иосифа Витальевича Сталина, и мне это передали, хотя его обхаивали как только могли. Ну, вот мы сейчас сами с вами узнаем и видим, что 1 апреля каждый год Сталином опускались и снижались цены, понимаете? А как пришел подонок Круч, так обратно, и вот это восстание в Новочеркасске тому пример, люди начали басовать. И опять это было все перевернуто и скинуто, что вот они советы, вот они до чего людей довели. А на самом деле не советы доводили, а подонок Круч со своими вот этими номенклатурщиками. Как вы думаете, почему люди носили маски? От страха. Не надо легко ходить, мой сын, как он мне говорил, нахуй я буду связываться с этими подонками полицаями, я лучше одену маску. Не надо легко ходить. И он мне даже, когда меня полицаи хватали, он ни разу не помог, не вызвали меня. Я выкарабкивал он сам. Мой пример, даже, вот я говорю, мой сын, он струкнул, потому что до этого ему очень здорово преподнесли урок, его в психушку заперли, только из-за того, что я с одним подонком, полковником, не поехала на его частной личной служебной машине. Не проехала с ним, и мы его сына упекли в психушку, и буквально за пять дней его там сломали и сделали из категории А в категорию В. И даже моя подруга, единственная, работая там юристом, тоже меня предала. А мы с ней со школьной скамьи. Я у нее даже крестная, и ее единственного ребенка, Андрюшенька. Я к нему всю жизнь молилась, как она потом говорила, говорит, Андрюшенька, на самом деле вы абсолютно в точку попали, что самый основной инстинкт любого человека, животного, это страх. То есть страх, самый основной инстинкт, который сохраняет человека. Но скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые не боятся, допустим, вы, я, мы с точки зрения большинства ведем себя крайне нелогично, противоречиво с точки зрения страха, да, вживаемости. Вы с этим согласны, что мы с вами, скажем так, не относимся к тому большинству людей, которые подчиняются определенному инстинкту под названием страх? Я сейчас не про это говорю, я сейчас не говорю почему. Определенное количество людей, назовем 80%, которые поддаются вот этому инстинкту страха, толпы, управляемости и тому подобное. С этим вы согласны? Значит, мы должны разбудить их. Одна спичка зажигает коробок спичек. С чего вы решили, что они хотят, чтобы их кто-то разбудил, а не другие, они не такие, как мы? Вы можете вот это понять, что есть вот так называемые альфа-самцы, там, там, бета-гамма, то есть, ну, это примитивно, да, это из животного мира, но люди такие же, понимаете? Есть люди, которым нравится не думать. неправильно. Если это идет, я каждый раз говорю, это не я, это через меня. Если Вселенная нам дала, это шанс, дала этот дар вести людей, значит, мы должны это делать. Все зависимы за вот, спрашивать на вопросы или нет. То есть, не судимы, не судите, вы не судимы будете. Это именно из этого. Поймите, это не я. Если бы вы меня видели буквально 3-4 года назад, вы бы, я бы сама ни за что бы не сказала бы, что я буду так стоять и вот эти поступки совершать. Но просто понимаете, когда-то приходит предел, когда-то наступает, как говорится, ветро, когда-то наполняется. Если бы ты понимаешь и видишь, что ты молчал 30 лет и понимал, а тут бац, ты видишь, что в советской законодательстве оно как действовало так. Смотрите, давайте я вас перебью все равно. Если бы ты это не любишь, если бы ты это видишь? Смотрите, вот послушайте, буквально меня чуть-чуть, чуть-чуть. Вот все, что вы говорите, вы говорите о себе. Лично о себе. А вот в этом отношении, что это вот, вы оценку делаете со своей колокольни, что вот люди страдают. Да поверьте мне, не страдают люди вокруг вас, не страдают. Они удовольствие получают. У нас вот масочный режим давно отменен, но многие продолжают носить эти маски. Есть люди такие, понимаете, от природы, они просто другие. Они хотят подчиняться. Владимир, ну понимаете, дело в том, что опять же масочки так отменили, благодаря чему? Да какая разница, какая разница, благодаря чему отменили? Вас масочки не устраивают, а других они офигенно устраивают, понимаете? А для кого-то это охрененный инструмент. Мама, теперь получается, Владимир, ты крыса, мама? Да какая разница, мало. Я говорю о другом. Вы не хотите меня услышать. Вы пытаетесь бороться с системой, которой не нужно это. Понимаете, я в своей жизни очень много раз встречал такие ситуации, когда ты человеку делаешь хорошо, пытаясь себе помочь, и в итоге ты можешь казаться крайним. Есть даже поговорка такая, не делай добра, не получишь говна. Понимаете? Ваше отношение к миру, оно не обязательно должно совпадать с отношением к миру другого человека. Этот эксперимент с масками, это шикарный эксперимент. Он поставил точки над И, он просто показал, он открыл глаза умным людям. Вот в частности, он мне настолько открыл глаза, что я этим экспериментом на данный момент пользуюсь, понимаете? Я использую это в своих видеороликах, в своих разговорах и тому подобное, потому что я вижу, что люди поддаются воздействию на раз-два. Они боятся, понимаете? На человека очень легко воздействовать, даже не имея власти. Я могу воздействовать на человека, просто беседуя с ним. Потому что я знаю его слабые места. Я знаю ваше слабое место. Вот ваша слабость именно в этом, понимаете? Вы хотите изменить мир. Это невозможно, и этого никогда не будет. Я не хочу изменить мир. Я просто вижу, как действительно есть люди, проснувшиеся, которые борются. Вот и все. Так. Как и поролицы, советские предки. Вы можете... Угу. Благодаря Владимиру Чепутину и нашим героям военным, которые начали спецоперацию, я говорю, сразу же и ковид отошел, и масочки пропали. И плюс мы тоже по стране, гражданские люди, помогали. Все общие. Вот, пожалуйста, результат. Мы добились этого все. Да ничего мы не добились. Вот как вот люди не могут этого понять? Вот все кричат, да вот, мы там кто-то масочки, типа, отменили, мы, типа, победили, вот во всем мире не отменили, а мы вот такие хорошие... Да вы не... Я вам понимаете? Я вот к людям отношусь... В мире же тоже, посмотрите, в Америке, там тоже идет шикарная борьба, там полностью штаты даже есть, которые отменили масочки, это самое... Там тоже люди есть. Один штат молчит, другой наоборот, борется активно. Вы посмотрите, даже по той же самой Америке, как и делают. Тоже. Один штат тоже против войны в России, другой сидит, молчит, тихо, мирным штатом. Ой-ой-ой-ой. Слушайте, вот, если честно, я говорю, я просто сейчас буду выражать свою точку зрения, ну, мне тяжело слушать это, понимаете? Мне это тяжело слушать. Возможно, у меня другое мышление. Возможно, да. Я не приемлю вот этого, понимаете? Вот там в Штатах, там вот там... Да мне все равно, что там происходит. Мне интересует, что происходит у меня здесь, и сейчас, понимаете? Сами про них сказали. Нет, я понимаю. Ну, просто, понимаете, люди в своих, скажем так, разговорах, пытаясь что-то доказать, все время ссылаются на какой-то внешний мир. Вот мне встречались такие люди, которые начинают там, вот, СВО, вот это, вот мы там защищаем, там то-то, там вот эти какие-то теории рассказывают, что вот там то-то, то-то, то-то. Да красиво звучит. Да, это умные дядьки говорят, но на самом деле, вы же не понимаете истину происходящего. Почему он так умно говорит? Почему он вас зомбирует? Почему? Что происходит вообще в мире? Люди не понимают этого. Они видят вот это, вот этими, скажем так, объемами, которые им дают. Вам понимаете? Вот я уверен на 200% вот это вот масочки, вот это все, это возня, это та же самая возня, как вот в этих чатиках, понимаете? На самом деле все гораздо проще. Всегда были люди, которые будут у власти, которые будут воровать, всегда будут. Понимаете, вот придет завтра другой, другая власть, все то же самое будет. просто поменяются люди. Ну да, где-то гаечки можно закрутить, не давать им, так сказать, расслабляться, понимаете? Просто сейчас уже такой беспредел, ну, просто уже, уже настолько обнаглели, что в открытую разворовывают страну и творят беспредел. Да, возможно, при новой власти в опасении, что их там не поддержат и тому подобное, будут себя какое-то время вести более-менее скромно, да, меньше воровать, там, не так беспредельничать и тому подобное. Но это дело времени. Вот почему вот эта несменяемость власти к этому ведет? Вот поэтому и ведет, понимаете? Вот мое отношение к тому, что президент всегда должен уходить с поста, отбыв определенный срок, который ему там положено. Он не должен быть вечным. Как только происходит вечность вот эта вот, ну, условная, понятно, что вечно никто сидеть не будет. рано или поздно они умирают и не от естественных условий. Все вот это ведет к тому, что происходит то же самое, понимаете? Это цикл, замкнутый круг. Вот раньше племена были, в которых, я не знаю, был вожак стаи, там, шаман, там, и определенное разграничение людей было, понимаете? Всегда это было и будет. У нас не может быть идеально общество, где абсолютно два одинаковых человека в правах, в знаниях и тому подобное. Это невозможно, потому что кого-то устраивает одна жизнь, кому-то, ну, как бы удовлетворяет лазить по помойкам, кого-то удовлетворяет, не удовлетворяет даже яхты там, потому что ему нужно больше яхты и тому подобное. Понимаете, нельзя людей мерить под одну рамку, к сожалению, это так. Но каждый имеет право защищать свои интересы и требовать, чтобы его права не нарушались. С этим я согласен. Именно за это я, скажем так, борюсь, что вот если я вот такой вот получился, вот от природы, я вот такой, со своим мнением, со своими знаниями, то не надо меня пытаться уничтожить, унизить и тому подобное. Но при этом я даю право ради Бога, хочешь ты в маске ходить, ходи в маске. Хочешь колоться, колись. Хочешь там еще что-то делать. Главное, чтобы меня, конкретно меня не трогали с точки зрения моих прав и законных интересов. Многие говорят о том, что в магазинах просрочка, там то-то, то-то. Да, в конечном итоге человек может посмотреть и увидеть там, что дата просрочена и тому подобное. Но это с точки зрения к другим людям, которые не могут себя защитить, защитить неправильно. Почему? Потому что ну не все смотрят, и я не всегда смотрю. Я очень много раз наступал на грабли, когда я покупал эти продукты, они оказывались испорчены даже в сроках годности. Вот буквально недавно моему ребенку плохо было, его тошнило там всю ночь, понимаете? Поэтому изначально продукты должны выставляться уже качественно. Их нельзя ну выставлять и потом обвинять того же покупателя, что он не посмотрел сроки. В качестве примера такой привел отступление. Вы можете задать конкретный вопрос, я постараюсь вам прямо ответить. Но на мой взгляд очень многим людям ну не нужна наша борьба, ну не нужна. Если бы нужно было, давно бы уже... А что вас конкретно интересует? У меня поставлена задача, как вы говорите, что довести до конца прижущихся вот этих воров и подонков, которые... Ну воров кого? Смотрите. Поэтому я вам позвонила, вижу, напыдаю за вами, как вы боретесь, и я считала, что вы как раз боретесь с этими ворютами, поэтому вам и позвонила. Все. А вот на вот это, распространяться там какие-то на другие распространенные вот эти системы какие-то, знаете. Я не люблю оклоняться. Я вам свою точку зрения высказал. Если итог подводить, то на самом деле, если вы хотите бороться, не тратьте силы на неэффективные инструменты. Конечно, нужно защищать свои права и интересы. Это всегда должен делать любой человек, независимо от взглядов и тому подобное. Ну, потому что любой уважающий себя человек должен это делать. Я вам свою точку зрения рассказал, как я это делаю. Я это делаю вот таким способом. Я у вас спросить, скажите, пожалуйста, вы в Москву ездили в приемную следственного комитета, как-то, чтобы вот этих вот, которые со следственного комитета, которые сейчас над вами издеваются и фабрикуют вот эту подписку, они выездили вам опять втюкнули то, что я посмотрела медведема. Ездили, пробовали в Патрикино записаться на прием. Вы меня не услышали. Я думаю, что вы меня уже и не услышите. А вы можете ответить на этот вопрос. Вот просто мне интересно, вот вы ответьте на него и я просто вот пойму, вы услышали меня или нет. Вот задали вопрос, ответьте на него. Ездил я в Москву к Бастрыкину? Я не сломаю. Но как думаете? Ну, думаю, скорее всего, наверное, да, съездили. Ну, вот видите, вы меня не услышали. Зачем я поеду к этим товарищам, которые... Ну, вы... Ну, я... Я удивлен, на самом деле, удивлен. Я не хочу просто сейчас ничего больше говорить, потому что, ну, это очевидно. Я не донес до вас информацию и не донесу никогда. Вы останетесь в своем вот этом понимании и ничего не изменить. Вы продолжите общаться в чатах, продолжите писать вот эти никому не нужные письма, обивать пороги, унижаться там перед этими... Ну, вот это вот... Вы продолжите. И при этом вы будете считать, что я, как вы сказали, там, страдаю от там каких-то их мер. Да я не страдаю ни от чего. Знаете почему? Потому что я к этому отношусь по-другому. Мне не нужно обивать никому пороги, потому что я делаю то, что я считаю нужным. И мне никто не может это запретить. Я просто беру и делаю. Я не спрашиваю никого, не пишу заявление, а можно ли мне вот это, а можно ли мне вот это. Если я захочу снимать в здании суда на видеокамеру, я буду снимать, мне никто не запретит, никто меня не ограничит. Да, возможно, меня выведут за руки, но я, когда буду это делать, я буду заранее осознавать, чем это может закончиться, и к этому буду готов с разных точек зрения, и с юридической, и технической, и цели, какие я при этом преследую. То есть, допустим, создать там какую-то ролик, какую-то провокацию, тому подобное. Понимаете? Я не страдаю. Да, физически я пострадал, когда меня посадили, там то-то, то-то, там то-то, это понятно. Но в голове самое главное, что все должно быть нормально. я то, что сейчас делаю, я делаю в интересах своих, защищаю свои права, добиваюсь поставленных мною для себя целей. Понимаете? У меня такое видение, я вижу, что оно абсолютно не совпадает с вашим. Я многим людям говорю, что ребята, не думайте обо мне, что я такой прям хороший, что ты там правозащитник и тому подобное. Я обычный человек. Я вас, наверное, расстроил, да? Я просто даю вам выковыриться и просто жду конкретных действий, что вы можете мне предложить правозащиту, документы, еще что-то. Я вам предлагаю, давайте, вот смотрите, я понял, если у вас есть листочек с ручкой, прям по пунктикам я вам продиктую, что нужно делать, вот с моей точки зрения. Значит, пунктик номер один. Пунктик номер один. Понять, что вы хотите. Да, это, понимаете, это самое главное. Я вот всегда спрашиваю, что вы хотите, результат, что вы хотите. Второй пунктик, давайте, вот с первым пунктиком разобрались, предположим, вы поняли, что вы хотите. Пункт номер два. Владимир, я вам только одно скажу вам. У меня Настеньку Метельскую отобрали, ее просто убрали, или убили, или похитили, я не знаю, что с ней произошло, но ее нет. Ведь потомки ее отобрали от меня. И поэтому я даже за нее буду. У меня, понимаете, у вас, как вы говорите, что вы не страдаете, ничего, а я еще из-за других людей. У меня тоже масса людей, которые я видела, как их били, издевались над ними, и потом их сломали. И они или пропадали, или просто отошли и говорят, Наташ, не надо, я боюсь. Вот я даже за это, за то, что за их... Да я все это тоже видел, понимаете, я сидел, я видел, что какой процент, я могу сказать, что большой процент людей сидит просто не за что по фабрикованным делам. Я непосредственно с людьми этими общался, я все это вижу. То, что я оптимист по жизни, это не означает, что вот там я как-то по-другому ощущаю боль и тому подобное. Давайте, я буду как губка впитывать, сметиться. Мне нужны правда конкретные действия. У меня бегают все адвокаты, юристы города Скова. Они, как узнают, что я Наталья Алексеевна из Крестов, они сразу же бегут. Один даже после того, что мне 500 рублей давал, лишь бы я вышла из его пробела. Поэтому у меня пробел в юриспруденции. Поэтому я буду учиться у любого, кто знает, как правильно вот этими рычагами не пробел в юриспруденции. Юриспруденции это ерунда. Открыли нужный закон, почитали, взяли нужную норму, на нее сослались. Это не проблема. Надо научиться взаимосвязывать. Вот это я уже... Да не в этом проблема. Вот я вам сейчас диктую, вы опять уходите. Смотрите, вот с первым пунктом разобрались. Понять, что вы хотите. Пункт номер два. Исходя из того, что вы хотите определить инструменты, чтобы это достигнуть. Понимаете? Это второй пункт. Вот если вы на них, на эти два, даже на первый вопрос, если вы ответите... Господи, Владимир, вы меня простите, пожалуйста, может быть, я как хохом начну говорить. Господи, мужчина, что вы хотите? Я женщина. Это помните, как отецкий базар. Вот так и здесь тоже. Вы мне такие... Я привыкла, понимаете, ну вот как военный охранник. Мне что-то инструкция нужна. Я не могу мыслить глобально. Я вот такой вот клинили, что родовый военный, может быть, советский. Так в этом-то и проблема. Проблема в том, что мы не знаем, что мы хотим. А это самое основное. Человек должен понимать вообще, что он хочет. Если он это понимает, он в 10 раз делается сильнее, понимаете? У него появляется жесткая линия поведения и прочее. Он делается уверенным и так далее. Ну, у него взгляд конкретно сформированный, цели и тому подобное. то, что жесткая и уверенная, поверьте, мне уже приделана перемог по полной программе, что жестче и увереннее меняет вердолобие. Мне даже придумана кличка, что я на танки езжу. Понятно. уже придумали даже эти же самые, которые меня и защищают в кавычках, защитники-провокаторы. Они мне все время говорят, Наталья Алексеевна как-нибудь села на танк, поехала и ее не свернут. Насчет этого не занимайтесь. Ладно. Главное, вы записали эти пунктики. Понятно, что их нужно еще осознать, подумать. Но вот вы написали пункт номер три. То есть что хотим, какими способами написали. И дальше третий пункт, о чем я говорил. Сконцентрироваться на достижении вот этого всего. Не распыляться. Цель должна быть конкретная. На длинной перспективе, на короткой перспективе. Но более конкретно. То есть понимаете, вот вы... Как развалить уголовное дело, которого нет. Вот у меня цель сейчас. Развалить теперь... Вот смотрите, вот когда я говорил своими какими-то недовольствиями, я называл конкретные фамилии, конкретные вещи, понимаете. То есть у меня есть конкретная цель, кому оторвать бошку, понимаете. Конкретная цель. Конкретные фамилии, Крупиня, Першин, Пенаки, вот эти... Много, ну много. Ну зачем? Вот определитесь конкретно. Возьмите самого такого, который у вас больше всего не нравится и его и долбите. Пока вы не достигнете результата. Это будет в тысячу раз лучше, чем вы будете каждого пытаться укусить, а он даже не будет этого замечать. Ну или даже если укусит, ну нету результата. Вот это у вас получается какой-то третий пункт. Вы бьетесь в стену. В стену бьетесь. Мы уже разговаривали на эту тему. Вы в стену бьетесь. Не те способы. Пункт номер два. Не тот способ вы выбрали. Достижение цели. Не тот способ. А какой способ? Какой тогда? Жалобы не помогают. Мне каждый раз говорят идите в суды. Суды, чтобы идти правильно, там как рыба в воде плавать, мне надо хороший юрист или защитник, адвокат. И этого, естественно, нет. Понимаете? А одни, которые идти помогут, но я понимаю, что они не могут. Они там от меня сто тысяч или двести тысяч начинают требовать. Но я понимаю, что они просто привыкли в этой же среде общаться, и, естественно, они мне страну не помогут, потому что они из этой же структуры, из этой же системы. Они просто заберут от меня деньги, я возьму там кредит. Хорошо, давайте я вас все-таки остановлю, перебью. Давайте я вас перебью, буду вас перебивать, потому что иначе мы так очень долго будем ни о чем говорить. Значит, в мое отношение всем кричу об этом. Ребята, никакие юристы, никакие адвокаты, никто за вас ничего не будет делать, даже за ваши деньги. Никто, никогда не сделает лучше, чем сделаете вы сами. Никогда. Каждый из вас не должен, а не вправе, а обязан быть юристом. Если вы пошли на эту, скажем так, тропу, тропу встали, да, там, защищать свои интересы, права, забудьте слово адвокат, и мне нужен хороший юрист и тому подобное. вы должны... Да не говорите они, они, вы за себя говорите. То есть, вы должны сами изучить. Вот я стал таким человеком на основании того, что я просто начал изучать. канал какой-нибудь, подскажите мне канал, где он есть, вот как правильно все раскладывают по юристуровенции. Слушайте меня внимательно, вот слушайте меня внимательно. Значит, этот канал есть, знаете, как называется? Знаете, как канал называется? Называется жизнь, практика, опыт, ошибки. Только так и никак иначе. Никто вас не научит, вам в голову не положит знания, умения, опыт. Вот вы идете в суд, идете в суд по конкретному вопросу, проигрываете суд, делаете выводы, уроки, потом делаете еще раз, идете в суд. Вы поймите, что, не знаю, у меня там какой-то ролик даже есть, я вот так тоже откровенно разговаривал, с судебным приставом выложил. Вы поймите, что только так вы получите опыт через свои личные ошибки и практику. Никто вам ничего этого не даст, никакого канала такого не существует в природе. Вы сами когда будете изучать, сами идти в суд, сами делаете ошибки, и вы когда пройдете через это, вы сделаетесь таким юристом, который заткнет любого дипломированного юриста, адвоката и тому подобное, потому что вы прошли огонь и воду, понимаете? так вот, вам нужно прям с сегодняшнего дня изучать законодательство и практиковаться, идти в суд, не бояться проигрыша, проиграв это ну ничего страшного, это тоже победа, это тоже знание, это тоже опыт. я вот приводил пример, что я... Я пишу жалобу, запускаю, а мне ее возвращают. Значит, смотреть, почему вам возвращают? Так, смотрите, смотрите, почему вам возвращают, делайте выводы, значит, что-то вы не знаете, значит, где-то вы нарушили... А как обжалуются юдисты, я не знаю правильно, вот поэтому вам и звоню. Вот, значит, вникайте в вопрос, в ютубе набирайте, смотрите, что говорят умные дядьки, там, тетеньки, так читайте, изучайте этот вопрос, вы все равно найдете ответ. В ютубе в том-то и дело, нет у этого, вот нет таких каналов, да все это есть, есть это все, понимаете, ну... Заживите мне хоть кого-нибудь, кто вот это подробно так рассказывает. Смотрите, для того, чтобы вот мне дать оценку, мне нужно увидеть вот это определение суди об отказе в приеме там вот этого вашего искового заявления. Его нужно увидеть, прочитать. Ну, в любом случае, судья, когда пишет это определение, она ссылается на конкретные нормы права, какие-то доводы приводит. Ну, можно обжаловать. Простите за выражение, ничего не там не приводит, она просто написала обнагу, и все. Я понимаю, что даже она эту жалобу рассмотрела, даже неправильно. то есть, ну, я вам скинул в акаде. Смотрите, давайте я вам приведу пример, приведу пример конкретно, какую тактику выбрал я. Значит, смотрите, у меня было много лет тому назад определенная практика. Я судился и подавал жалобы на все. Вот просто на все. Вот на все. На меня не так посмотрели. Не то сказали. Ну, там судья, понимаете, на все. Они про... Я просто завалил. Завалил просто. Прокуратура там пишет мне отмазку какую-то. Я пишу на прокуратуру. Потом, понимаете, я такое создал комп, что просто они охренели. Глупые писал жалобы. Глупые, понимаете, я брал их измором. Просто ни о чем. Вот я считаю там, понимаете, вот количеством. А они по закону обязаны были мне отвечать, там что-то там. Понятно, что они там тоже через копирку, но это все равно время и это все. Я судился с судьями. Областной суд решал вопрос, в какой суд передать, потому что, ну, суд не может рассматривать иск против судьи в том же суде, где эта судья работает. Понятно, что я проиграл. Понятно, что, ну, сам прецедент, само вот это вот. Они потом после этого уже со мной по-другому начали вести. Они не стали уже так борзеть нагло, понимаете? Они просто знали, что я все равно буду подавать. Но это эти твари решили вам еще больше отомстить, получать. Да никто не решил. Это было давно, это было 25 лет тому назад, когда сначала ржали надо мной те же самые судьи, а потом подходили и жали мне руку, понимаете? Прошло с этого времени 25 лет. И вот я сейчас сказал, ребята, ну, я знаю, уже опыт имею и знания, главное, я знаю, как себя вести. Я вас сейчас заставлю себя уважать, потому что город Мурманск, это та же самая деревня, то есть, раньше я в Мурманской области поселок Туманный был такой, и Кольский районный суд, я там судьям доказал, доказал, кто я есть такой. А сейчас я это докажу в городе Мурманске. И когда мне там кто-то советует, есть у меня такие советчики, ой, зачем ты там судьями так разговариваешь, надо с ними вежливо, там то-то-то-то, говорю, не надо меня учить. Нет, не надо так, как вы разговариваете, здесь я согласен. Да, да, ну я говорю, что у меня свои методы, я заставлю судей выносить решения в соответствии с законом и меня уважать. Конечно, можно жопу лизать, можно, есть такие адвокаты, вот он мне скидывает ссылку, сколько у него там, несколько тысяч дел, ну у него такая методика, он жопу лижет, а я говорю, я не буду жопу лизать, и у меня будет результат не хуже, чем у тебя, а может быть, даже лучше. Но при этом, я останусь, скажем, я себя буду уважать, и судьи, самое главное, будут меня уважать, потому что всегда враг вызывает больше уважения, если он достойно себя ведет, не сдается и тому подобное. Вся кровь омерзений ничего не вызывает, все правильно. Возвращаемся к тому, что за списочек. Значит, вот три пунктика мы разобрали, дальше уже, если вдаваться в конкретику, прямо пишите, пункт номер четыре, создать, источник распространения информации. Способ, как доводить до людей ваше мнение. Будем называть пропаганда. Инструмент. Это инструмент вашей борьбы с теми людьми, которые не отвечают на ваши заявления, жалобы, письма, либо отвечают не так, как положено. Вот на данный момент такой инструмент является Ютуб, социальные сети. Ну, я бы, конечно, больше склонялся в Ютуб, потому что он более независимый, более это, и больше людей смотрят, скажем так, лучший инструмент. Вот. Создать и там выкладывать ролики. Следующий, получается, пятый пункт. Это, конечно, надо, помимо того, чтобы нужно быть хорошим юристом, стараться это все изучать, нужно будет все-таки вам и практиковаться, делать нормальные ролики. Не просто, знаете, так вот, телефоном что-то непонятно туда-сюда елось, там все такое, что никто не будет смотреть, да, а качественно преподносить ту информацию, которую вы хотите довести. То есть, уже использовать этот инструмент так, чтобы как бы результат был от тех действий, которые вы делаете. Это тоже очень важно, потому что одно дело источники информации, другое дело какую информацию и как вы ее там преподносите. Это важно. Вот. И последний пункт, получается, какой? Шестой у нас. Действовать. Делать, понимаете? Просто делать. Меньше слов, а больше дела. Просто, понимаете, делать. Вот. Вас там хотите прямо специально пошли в полицию, достали телефон, засняли, спровоцировали где-то. Но все грамотно нужно делать. Это вы постепенно получите и практику, и знания, пройдя через все. Пару раз вас увезут, вы поймете, да, тут, конечно, я палочку перегнула, дала им повод меня увезти. Меня уже столько раз увозили и закрывали, что я говорю, меня уже просто не пускают никуда. вот уже есть повод, так называемый контент, вы можете уже зафиксировать, что вас не пускают и красиво это выложить, понимаете, и когда у вас будет набираться определенные просмотры, там, то-то-то, они будут вас бояться, они вас уже запустят, понимаете. Меня генерал-майор, неправда, меня генерал-майор в открытую у нашем ОМСД в ОМСОВской области просто откровенно не пускает. Ну и что? в день приема и меня туда не пустят. Это телефон, где записывал, по этому номеру телефона, там 59-23-14, они уже на мой телефон не отвечают. Потому что они вас не боятся, вы не услышали меня, я вот эти пункты для чего перечисляю, вы не услышали меня, я вам еще раз говорю, они вас не могут, зачем вас бояться, чего вас бояться? Чего? Ну пришла женщина, что-то там покричала, пошумела, да и все, получила подзатыльник и все на этом. Чего вас бояться? Вы никого не пугаете? Смотри, что, как надо себя вести, что они меня просто никуда не пугают, они меня ни за что не считают. Я вам еще раз говорю, еще раз говорю, придите, сделайте действие, спровоцируйте на подзатыльник, и чтобы вас этот подзатыльник засняли, выложите это в социальные сети, чтобы им нагоняй было. Вы что, не слышите меня, что ли? Да кто им даст нагонять, если они же сами все и... Да вы не опять же не слышите меня, ну что ж такое-то происходит? Вы сделайте то, что я говорю, резонанс. Я же вот вам столько времени все это рассказывал, такое ощущение, что как горох об стену. Дальше больше резонанс, Владимир, я в ночью сижу в очках, растрепанное, неумытое, у меня в ВК-то распространено видео, куда уже дальше больше резонанс создавать голову, и чтобы они меня рассчитывали и выволазили. Ну это штучный, штучный экземпляр, понимаете? Много просмотров было, скажем так. Да не из-за этого, что просмотры, я говорю, кафтники не дают просматривать, они просто блокируют, у меня... так не надо ВК создавать, вы создавали, вы создавали, вы... это... ВКонтакте это ресурс ФСБшника, вы что, не понимаете? Я знаю, что это ресурс ФСБшника. Ну так я вам говорю, переходите на другую, другой ресурс, Ютуб, вот, и там выкладываете информацию, все это делаете там. Ну телефон у вас есть, установите там соответствующее приложение, все установите, и все можно это через телефон в конечном итоге делать. На начальном этапе можно взять с чего... Понимаете, я сам до сих пор снимаю на простой телефон. У меня простой компьютер, у меня нет ничего, я только мечтаю о том, что я куплю себе экшн-камеру, там то-то, то-то. С чего-то нужно начать с самых простых маленьких вещей. Тут телефон есть, все этого достаточно. Выжмите все соки из этого оборудования. Давайте резонанс. Уже резонанс дальше некуда, созданный на протяжении двух лет, и полицаи бьют несколько раз это самое. И вот я говорю, последнее, когда уже со Следственного комитета видел, когда я сижу в одной ночнушке, когда меня 21 июня с моего дома вывлазли просто в голову в одной ночнушке, и Следственный комитет вы сказали, а приятельные телефоны там брали, я ничего заснять не могла. Смотрите, я понял, я понял сейчас, о чем вы говорите. Давайте я попытаюсь еще раз объяснить. Значит, поймите, что речь идет о пропаганде. То, что там вы создали какой-то сюжет, этот сюжет можно вывернуть таким образом, что вы будете виноваты. Они создают это и дело, что они создают. А должны вы создавать, вы можете понять, что вы должны заниматься провокацией и тому подобное для достижения определенного результата. Вот если у меня на YouTube-канале вы посмотрели, зайдите там, где о себе я пишу, там я прямо пишу, с чем я занимаюсь, что я провоцирую для того, чтобы получить результат, чтобы получить определенные действия и тому подобное, потому что иначе людей не вывести на откровенность, на определенные действия, понимаете? Я понимаю, но вот вы меня спросили, как нужно действовать. Я говорю, вот надо действовать вот так, потому что вот это инструмент работает, бумажки ваши, писанина, не работают, они в урну летят, они ржут над вами, вас не уважают, понимаете? Не уважают любого человека, который пишет бумажки, обивает пороги, понимаете? Они уважают тех людей, которым, допустим, опять же я отвлечусь, приходят в магазин и говорят, даю вам 15 минут, если не будет устранено замечание, я сделаю то-то, то-то. И после вот этих слов это берет и делает, понимаете? И после этого они уважают. Действия должны быть, действия. Спровоцируйте ситуацию, заснимите, я не знаю, там еще как-то. Вот у нас, допустим, мысли такие. Не умею я спровоцировать, я в этом покажу. Я вообще, как у меня идет, так идет. Я тогда вынужден констатировать, что у вас просто, ну, нету инструмента воздействовать на них. Ну, вы будете так вот, как мотылек, вот эту лампочку, биться, 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 а толку-то? Крылышки только обожгете, и все на этом. Ну, вы хотели от меня совета послушать? Я вам говорю, какой совет? Я только, только пытаюсь, я только создаю этот инструмент, инструмент моего воздействия. Понимаете, вот благодаря этому инструменту вы обо мне узнали. Понимаете? Если, опять, учет... Я считала, что у вас инструменты это документы, правильно составленные, консекционные, операционные, жалобы, что вы... Но это само собой подразумевается, но не это главное. Вы не можете это понять, что... Ну, не важно сейчас судьям, правоохранителям, органам власти, не важно законы, никто их не соблюдает. Никто не соблюдает, вы это понять не можете. Плевали они на это все. Я вам привожу конкретные примеры. Я вот сегодня выложу вот это полностью судебное заседание. Ну, не могла судья вынести при всем желании решение не в нашу пользу. Ну, не могла. Вы это поймете из судебного заседания. Но она бы его вынесла. Знаете почему? Потому что она бы ничего не боялась. Но она прекрасно знала, что фиксируется на видео и аудиозапись, что завтра будут все писать комментарии под этим видео. Понимаете? Мы сегодня уже спрашиваем в других судах, в других зданиях. Уже все знают, какое было решение в отношении моего дела. Понимаете? Другие работники других судов знают, это что, у меня какое-то особенное дело. Да потому что следят за тем, что я произвожу, что я делаю. Понимаете? Боятся. Потому что судья понимает, что она завтра будет выставлена либо в хорошем свете, либо в плохом свете. Не знаю, я до вас достучался, не достучался. Я борюсь, я стараюсь. Что-то, где-то что-то пытаться сделать, вот как-то раскладывать, это я не умею. Я вот посчитала, что вы именно с помощью касации, апелляции, как бы добились вот этих результатов и успехов. Я вам прямым текстом говорю, вот прямым текстом запомните, никогда ничего вы толком не добьетесь только бумажками. Никогда. По крайней мере, в нашей реальности этого не произойдет. Даже все вот эти вот адвокаты, крутые и тому подобное, все равно там имеется другая составляющая. Абсолютно другая составляющая. Это подводные камни. Он такой же крутой адвокат, без подводных камней он ничто. Вы ему платите гонорар, там ушло, два лимона. Из которых лимон судьи отстегивается. Вот и вся адвокатская деятельность. Когда я зашла в карточку дела, я поняла, что где лица, участвующие в деле, написано только ясно. Да забудьте про эту карточку. Нету какой... Какая разница? Есть карточка. Есть конкретная реальность. Есть конкретно вас преследуют, понимаете? Будет конкретно судебное заседание, будет конкретная решетка, конкретные наручники. Нету определения по составу, по формированному составу суда. Тоже этого нет. Да сделают, сделают, нарисуют, и все будет нормально. За это вы можете не переживать, за формальности. Ну, даже если там что-то где-то накосячат, да и пофиг. Ну, че, плюс, минус, что, первый раз, что ли, а? Да нет, конечно. Нужно посадить, посадим, нужно отпустить, отпустим. Вы поймите вот эту вещь, что незаконы сейчас решают. Незаконы, ни бумажки, ни грамотные касации. Ну, сколько на ютубе роликов дают советы, как писать касационную жалобу, апелляционную жалобу. Так там знаете, как советуют? Если я вам сейчас введу конкретный совет, пишут, 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 пишите как можно короче, как можно уже, потому что помощник судьи, который это, чтобы не положил в ту стопку, чтобы на отказ, понимаете? Да, да, Ну, так вы делайте выводы, вы делайте выводы, вам уже прямым текстом грамотные адвокаты и тому подобное говорят, что, ребята, вы поймите, что все болт клали на ваше, права на закон и тому подобное. У них есть определенный процент, который они рассматривают. Дел, вот они вот такой процент и берут. И дай бог, чтобы ваше, там, и моя касационная жалоба попала на рассмотрение и тому подобное. Вы можете понять, что у нас вот такая система, но я заставляю эту систему другими способами работать на меня. Я пытаюсь на них оказывать давление, влияние. Вот таким вот способом, да, провокации, да, через YouTube, да, через определенные вещи. У меня, вот вас, говорите, нет таких способностей. У меня есть такие способности. Я могу людей провоцировать, я могу создавать видеоролики. Ну, то есть, я не то, что могу, я научился это делать. До этого я этим никогда не занимался. Я этим начал заниматься, когда эти маски появились. Вот, вот, скажем, в свои 45 лет я начал этим заниматься. Хотя до этого я никогда этим не занимался. Никогда этим не поздно заняться, если это связано с защитой ваших прав и интересов. Нет, я, к сожалению, этого не умею. Я считала, что я вам позвоню, и вы мне подскажете, как правильно это мне это сказать. Ну, так не бывает, понимаете. Не бывает волшебной таблетки, там, я не знаю, не бывает Деда Мороза, который придет и, там, на голубом вертолете, там, увезет этому. Ну, так не бывает, так не работает. Надо на себя, в первую очередь, надеяться, на себя, не на адвоката, не то, что кто-то придет, поможет, не то, что кто-то что-то подскажет, не то, что есть конкретные инструменты. Вот даже те инструменты, которые я привел, это, опять же, с моей точки зрения, потому что я знаю из своего опыта, житейского и тому подобное, что я прошел, я знаю, что опробировано от этого все работает, как это работает, я знаю, как этим пользоваться. У другого человека другой опыт, другие способы, понимаете? Ведь вариантов решения той или иной проблемы может быть очень много, от законных до незаконных. Ну, понимаете, условно говоря, да, вот мне человек не нравится, я могу, так сказать, его делать таким способом устранять, вот как я вам рассказывал, да, а можно другим, криминальным. Вариантов очень может быть много, я просто к чему это говорю, то, что каждый человек сам определяет и дать тут конкретный совет просто невозможно. Но, с своей точки зрения, я вам дал совет, я считаю, что, в принципе, если ими воспользоваться, результат будет, потому что я вижу, что у меня результат есть, и он будет постепенно, по чуть-чуть, не спеша, я заставлю уважать судей, мое мнение, и мнение тех людей, которые я буду защищать, и так далее. И так далее. Продолжение следует...